всем привет меня зовут елена и я сегодня хочу поговорить если кто не знает я же в финляндии почти 10 лет и я уже даже сбилась со счету нет будет 10 лет следующем году и я бы хотела сегодня поговорить об образовании финляндии и об образовании взрослым у меня был вопрос на канале меня спрашивала одна моя подписчица и я обещала ответить на ее вопрос и вот такое будет сегодня болтливое видео можно так сказать начнем с того что у меня было медицинское образование среднемедицинское образование в россии и когда я приехала сюда финляндию я работала как я даже не знаю как правильно сказать сиделка наверное да для своей подруги вы можете посмотреть видео я оставлю ссылочку на него где я рассказываю себе и для того чтобы мне продолжить вернее получить работу финляндии уже не как сиделка как медсестра мне нужно было подтверждение диплома и у меня не было финского языка и финска по-фински я говорю но очень не очень хорошо и я пошла в шведскую школу для взрослых и либо это называется техникум на по нашему колледж по по другому то есть это профессиональное тех училища давайте вот так будем определять это таким образом обычно в него поступают дети после девятого класса либо же уже после одиннадцатого класса если они не поступили допустим институт или они не хотят идти в институт и также взрослые люди которые хотят переучиться переполучить образование то есть переподготовка скажем так и и меня взяли по через естественно собеседование нужно было показать свои навыки разговорные иначе бы меня не взяли и так я попала в эту школу обучение мое проходило два года но по состоянию у меня была был перерыв обучения потому что я была в декретном отпуске и получилось что у меня было три с половиной года образование заняло но это не просто так образование и а мой диплом российский никому здесь был не нужен у меня есть куча знакомых большим большое количество знакомых русских русских подруг которые были высоко образованы в россии с высшим образованием у меня есть знакомая врач которая в 20 лет проработала в питере акушером-гинекологом и она не смогла работать здесь акушером-гинекологом пока она не прошла аккредитацию или подтверждение диплома своего вы представляете женщины которые уже за 40 лет начинает снова учиться и должна и она врач и у нее не конечно не два года вернее не такое образование как у меня медсестринская это врачебное было подтверждение и на финском языке у нее не было на шведском плюс финский язык она должна знать шведский язык она должна знать ну соответственно русский ее родной язык и вот так вот она не смогла работать акушером-гинекологом она работает сейчас в больнице местной нашей поликлинике и она называется врач фельдшер наверное или врач общей практики и таких врачей очень много которые не работают по по своей узкой специализации они работают как врачи общей практики большей степени обучение мое состояло из того что проходила практику меня никто не направлял на это обучение я сама нашла себе школу и потому что многие могут спросить что а да это всех посылают мигрантов всех посылают как бы сиделками или я не знаю как правильно медсестрами что ли все должны учиться у меня был такой вопрос что это в основном только мигрантов отправляют на эту работу нет со мной учить не было ни одного русского учил ученика не было ни одного и иностранца в моей школе не было ни одного иммигранта в моей школе детей мне хватает дома у меня их трое я выбрала все таки работу с пожилыми людьми да я работаю в доме престарелых работа очень сложная и как физически так и психологически обучение серьезно это не какое-то там такое поверхностное обучение практика проходит проходит у меня было по шесть недель практика проходила и с обязательным у меня с обязательной сдачи экзаменов после практики то есть меня оценивали на рабочем месте где я проходила практику меня оценивали еще по трехбальной системе мое умение мои навыки работы в принципе мне никогда не было проблем с этим и я всегда хорошо получала хорошие оценки у меня хорош я закончила с хорошим дипломом и образование свое и меня сразу же с радостью взяли на работу в том месте где я уже проходила практику можно так сказать что меня ждали но для того чтобы конечно и получить место работы мне пришлось работать работать после учебы то есть я не брезговала работала вечерами и иногда даже двойные туры брала я работаю посменно у меня утро вечер смены с 7 утра до 3 и с часу до 9 также существуют графики трехсменные то есть это с 7 до 3 и с часу до 9 до полдесятого либо до десяти в зависимости от того как начинается ваша смена и ночные смены мне ночные смены не подходят потому что у меня маленькие дети и я не могу поэтому так сейчас я конечно хотела бы поменять место работы и хотела бы наверное пойти работать все таки с детьми потому что хотя мне не хватает дома но вот тогда мне будет легче физически что я еще могла добавить финский язык финский язык приходит во время работы я сама учу у меня куча учебников я сама занимаюсь дома то есть я не хожу не посещая специальные курсы я как-то так умею настроиться на обучение самостоятельно и единственное конечно слушаю может быть радио телевизор и и практикую свои навыки языковые в магазине либо на работе с пациентами клиентами которые говорят по-фински по шведским языком у меня нет никаких проблем абсолютно я говорю и пишу и читаю и понимаю и слушаю то есть мне мне нет со шведским языком проблем проблемы есть с финским да для меня он сложный язык но я стараюсь обучение конечно же не из легких оно не из легких в какой степени учиться не сложно если вы хотите учиться сложно то что вы учитесь на другом языке для меня первое время было сложно перестроить свое мышление на шведский язык потому что в основном дома и на работе на том рабочем месте где я работала до того как я стала учиться я говорила по-русски либо по-английски и учила сама шведский язык то там мне пришлось просто погрузиться сто процентов в язык и первое время мне было очень тяжело именно высиживать это такое вот давление языковое мне казалось что я в какой-то банке и только я слышу шведскую речь это было какое-то я чувствовала себя в консервной банке мне было ну это наверное месяца три у меня такой продолжалась такой дискомфорт у меня был а потом у меня пошел язык сам самостоятельно и первая моя практика была в детском саду и дети просто бесценные учителя несмотря на то что они говорят немножко коряво но они говорят просто и понятно и это без всяких там диалектов или сленга какого-то как дети не умеют еще это так говорить как взрослые с такими какими-то хитрыми словечками либо миксуя словечки с финскими либо английскими либо еще с какими-нибудь поэтому с детьми было очень легко учить язык и я им благодарна они бесценные учителя во всем и потом у меня пошел шведский язык вот таким вот образом более легко мне стало более понятно заданиями стало проще выполнять и мне мои друзья шведские помогали все с выполнением каких-то заданий которые мне было непонятно а заданий поверьте было очень много у нас были и зачеты и контрольные и самостоятельные работы и практические работы и работы нацеленные на поиск информации в общем образование ты сам образовываешься и я считаю что финское образование это лучшее образование потому что здесь тебе не дают готовую информацию а ты сам ищешь эту информацию тебе не нужно да есть такие предметы по которым ты просто обязан знать допустим медицинскую терминологию лекарственные препараты естественно ты не должен где-то там нахапать словечек или еще что-то и манипулировать этими словами но ты должен знать четко состав препаратов как что и зачем но другая другая информация которая например психологического содержания или социального содержания она конечно же должна поступать извне а не готовым каким-то таким шаблонам поэтому финны молодцы в частности шведы потому что я училась в шведской школе мне очень понравилось и я бы хотела дальше продолжить обучение но пока пока это только в мечтах наверное все что я хотела сказать если я что-то не сказала пишите под видео пожалуйста задавайте вопросы я с удовольствием отвечу если смогу конечно если смогу ответить на тот вопрос который вы передо мной ставите но считаю что учиться никогда не поздно не сложно а просто нужно брать и учиться и законченной этой ноте всем вам позитивного настроения учите язык потому что он нам нужен если вы находитесь допустим в какой-то стране в которой вы проживаете то конечно же нужно учить язык той страны в которой вы находитесь и это было все спасибо большое за внимание и пока-пока